Наш регион успешно выполняет взятые на себя обязательства по вводу квадратных метров жилья. Сегодня мы заслушали комплексный доклад о состоянии дел. Это в том числе выделение участков, создание инфраструктуры, само строительство, комплексное развитие территории. Пригласили экспертов, которые являются в том числе и активными участниками строительства. Это рыночные компании, которые не строят за бюджетные деньги. Они сами кредитуются, сами реализуют на рынке то, что они создают. И их мнение для нас было ключевым. Конечно, хочу сказать, что мы очень активно двигаемся в части модернизации нашей нормативно-правовой базы. Это поднятие на уровень области функции по выдаче разрешений и нормативно-правовому регулированию строительства. Мы понимаем ответственность и эта работа должна дать ускорение выдачи всех разрешительных документаций, согласований и соблюдение формальности для того, чтобы строителям было интересно и комфортно работать на территории Тверской области. Кроме того, сегодня мы зафиксировали ряд обязательств и графиков в части создания новой нормативно-правовой базы, которая нам позволяет. Это федеральное законодательство, это в том числе комплексное развитие территорий, с помощью которых можно осваивать заброшенные территории, либо территории, которые не отвечают современным требованиям. Это у нас есть на примере города Твери, например, это есть какие-то брошенные базы, предприятия, которые разрушены. Это хорошо видно с квадрокоптера, с космической съемки. Ну и, конечно, очень важно это сохранение наших исторических центров. Поэтому, когда идет разговор о том, что нам надо строить современное жилье, это совершенно разные форматы. И сегодня мы понимаем, что Тверская область это, прежде всего, качество жизни, высокое качество жизни, это экология, это природа, вода и так называемый свежий воздух, чистый воздух, рекреационная зона. Поэтому мы делаем особый упор на то, чтобы образовалось малоэтажное и индивидуальное жилищное строительство. У нас пропорции практически сопоставимы. И сегодня один из наших экспертов, выступающих, представлял проекты. Это строительство тонхаусов на территории нашего региона и малоэтажное строительство. Кроме того, сегодня мы обсудили необходимость комплексного подхода к освоению территории, когда крупные застройщики будут одновременно создавать и социальную инфраструктуру. Это детские сады, школы, учреждения здравоохранения. А область со своей стороны будет оборудовать эти учреждения, укомплектовывать их и выделять деньги на их финансирование. Это заработная плата работникам, это расходные материалы, соответственно, все, что необходимо. Поэтому сейчас мы движемся по пути такого активного развития, но с учетом специфики нашей территории. Поэтому будут и многоэтажные дома в отведенных местах, и, конечно, обязательно будет сохранено малоэтажное строительство и комплексная застройка для молодежи.